Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении» и мы продолжаем следить удаленно за событиями, которые происходят в мире. Коронавирус внес свои изменения и на рынок труда. Многие специалисты не вернутся в офисы, потому что компании закрываются в связи с экономическим кризисом. Как в этой ситуации найти место под солнцем, остаться востребованным специалистом, расскажет сегодня карьерный консультант Светлана Попова. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Светлана, ну абсолютно новая профессия у нас появилась, да, профессий в 21 веке новых много, но вот карьерный консультант, мне кажется, это вообще как глоток свежего воздуха. Я объясню почему. Потому что люди очень часто строят карьеру, потом, как у многих, опускаются руки, например, да, и они не знают, куда идти дальше. Они заблудились, и они не способны посмотреть на свой опыт совсем иначе. Им нужен некий такой человек, который им поможет как-то их направить. Вот, но перед тем, как мы перейдем к конкретным случаям, расскажите вообще, как вы стали карьерным консультантом? И востребована ли ваша профессия сейчас? Вы знаете, вы уже практически ответили на этот вопрос, вот, Саня. Смотрите, нужно, наверное, начать с того, что я работаю изначально в сфере подбора персонала, но я не работаю в какой-то там конкретной компании, которая там ищет людей только для себя. Я работаю в рекрутинговой компании, и мы занимаемся подбором персонала для крупных международных компаний, не крупных международных, вот, крупных российских и так далее. И практически 8 лет я в этой сфере, и я постоянно вижу, как люди строят карьеру, да, как у них это получается. Я вижу их провалы, я вижу их промахи, я вижу, почему у них что-то не происходит. И в какой-то момент эти знания, они копятся-копятся, но могла ли я раньше помогать всем? Нет, потому что заказчиком моим всегда был клиент, то есть конкретная компания. То есть есть у меня позиция, окей, я с этими людьми пообщаюсь, я им помогу, но, например, те люди, соответственно, для которых у меня нет вакансии, они не могли ко мне раньше попасть, это было невозможно. Вот, соответственно, я решила в какой-то момент выйти как карьерный консультант и начать этим людям помогать. То есть изначальная моя цель — это всё-таки помощь людям в построении успешной, эффективной, и мне очень нравится слово «осознанной карьеры». Как-то так. Слушайте, мне это тоже всё очень нравится. Давайте вы нас вдохновите. Вот я прям хочу начать с хорошего, знаете, потому что сейчас кризис, многие без работы, чё ж тут грех оттаить, да, люди в такой депрессии находятся. Вот к вам обращаются люди, которых вы, может быть, подтолкнули на что-то, вели. Вот истории, которые вам кажутся достойны примера. Расскажите нам о них. Таких историй много, и вы знаете, всегда есть место для чуда, да, в рамках любой работы, и я в это верю. Ну, например, когда сейчас одна девушка, которая пять лет до этого находилась в декрете и боялась выходить, и она думала, что она абсолютно никому не нужна, даже на текущем рынке, как только она разместила своё грамотное, качественное, красивое резюме, над которым мы очень долго работали, плюс мы поработали с ней над самопрезентацией, над самопродажей, она была в шоке от того количества звонков, которые она начала получать. И вы знаете, самое интересное, что она отказалась уже от двух предложений, вот, потому что она ждёт того самого. И на самом деле я здесь ни к чему не подталкиваю, то есть, наверное, если бы она прям спросила меня, я бы порекомендовала ей выходить, но сейчас это всё-таки её выбор. Поэтому она продолжает выбирать дальше, вот, соответственно, предложение есть. Я думаю, что если бы рынок был более активным, их было бы ещё больше, вот, но я надеюсь, что в ближайшее время она уже определится, и у неё есть сейчас одна позиция на такой финальной стадии, в которой, ну, соответственно, под эту позицию, вот, компания, она очень хочет выйти. Поэтому безнадёжных случаев не бывает. Важно выйти на рынок, важно начать что-то делать, и поверьте, ну, не знаю, мне нравится такая поговорка, да, что сделайте первый шаг, и дорога появится сама собой. Она действительно появляется. Ребят, не нужно сидеть на диване и ждать, что вот та самая позиция, эта самая компания постучится к вам в третий. Начинайте делать шаги, и всё у вас произойдёт. Так, это я поняла. Надо составить резюме, нужно откликаться на вакансии, нужно шевелиться, нужно, наверное, может быть, в социальных сетях об этом рассказать, что вы ищете работу, да, среди ваших друзей, бывших сослуживцев, могут быть те, кто вам помогут на самом деле, да, но, а если человек не знает, куда он хочет пойти, вот, понимаете? Хороший запрос, таких людей очень и очень много, и это именно то, с чем я работала, вот. Нужно понимать, что я не стала карьерным консультантом просто вот в один день, да, потому что я решила, что я хочу какие-то знания отдать. То есть это, безусловно, этому способствовал огромный труд и огромное обучение. То есть я отучилась в Иракционском университете, у меня есть психологическое образование, потом я отучилась в институте НЛП и так далее. То есть я искала те самые инструменты, которые могут людям помогать. Поэтому с этими вопросами нужно работать, да, если вы не знаете, кто вы, в какой-то момент вы потерялись, приходите, сами вы не раздеретесь. Более того, вы, ну, скажем так, вы можете погрязь в каких-то иллюзиях, да, и подумать, что это оно то самое, но вам будет не хватать практических советов, как к этому прийти, да, как проверить, как не ошибиться. То есть карьерный консультант – это тот человек, который вас максимально оберегает, да, который говорит, смотри, если ты пойдёшь вот сюда, то ты получишь вот это. Если ты пойдёшь вот сюда, то ты пойдёшь и получишь вот это. А если вот сюда, то ты получишь вот это. А ты где в этой истории? Ты чего сам хочешь? И когда человек отвечает и понимает, да, чего он хочет, то, поверьте, ему гораздо легче идти в это направление, и шансы на успех там очень далеки. Слушайте, ну вдохновляюще всё звучит очень, на самом деле. Светлана, а как быть тем людям? Вот есть две категории, непростые, как мне кажется. Это те, кто закончили институт, и ни дня, ни дни работали, и им нужно найти место под солнцем. И те, кому за 50, которых не очень хотят видеть, и в силу возраста начинается. Или люди сами себе это придумывают, да, и думают, надо пойти куда-нибудь попроще, хоть куда-нибудь. Да вот, да, я такое счастье, я в 55 лет устроилась, понимаете, хоть куда. Правильно это, неправильно. Давайте начнём со студентов. Что делать студентам? Да, мы как бы думаем, что у них проблема в том, что их никуда не берут. Я бы сказала, что у студентов сейчас немножечко другая проблема. Они на входе очень многого хотят. И это то, с чем мы сталкиваемся. То есть студенты на входе хотят большие деньги. Да. А студенты... Вот, вы знаете, можно я просто поделюсь опытом? Ко мне на стажировку ежегодно приходят студенты из лучших вузов страны. И когда я с ними разговариваю, они мне говорят, ну, знаете, ну, я хотел бы там 1120 получать. На входе, да? Понимаете, да? Ну, что я могу сказать? Я вас прекрасно понимаю, потому что это то, с чем мы постоянно сталкиваемся. И это такая новая проблема поколения. Я бы так сказала. Потому что, например, когда я ещё начинала, вот честно, я готова была за любые деньги хоть скрепки собирать. Я готова была бесплатно работать. Я приходила на собеседование, и мне говорили, вы принято. Я говорила, спасибо. И в дверях мне спрашивали, девушка, а вас не интересует зарплата? Я говорю, да вы что, мне за это ещё будут платить? И вы знаете, это, видимо, вот у нас с вами поколение также. Это где-то у нас и осталось. Глаз горит, готов работать. Будут платить? Ну, хорошо. И вы знаете, на самом деле, главный секрет успешной карьеры. То есть любить то, что ты делаешь, и деньги придут. Но деньги придут чуть позже. Если на входе ожидать большие суммы, то велик риск не с того начать. То есть что происходит с такими студентами? Они гонятся за деньгами, они упускают какие-то классные компании, замечательных руководителей, да, которые могли бы в них вложить, могли бы их обучить, да, чему-то. Соответственно, они упускают возможность получить тот опыт, который они потом будут монетизировать. Соответственно, они выходят изначально на большие деньги, как они думают, они думают, что они прекрасно устроились, окей. Через пару лет у них возникает вопрос, а кто я, чего я стою, вот, пойду-ка я еще что-то поищу. И оказывается, что они никому не нужны. Потому что у них нет красивой компании в резюме, да, которая будет привлекать другого работодателя. У них нет интересного опыта, да, который востребован на рынке. Более того, не факт, что другой работодатель за это заплатит ему даже те деньги, которые он сейчас получает. Соответственно, что происходит с такими ребятами? Ничего. Они застревают в этих компаниях, в которые они вышли изначально, прорабатывают там 5, не знаю, 7 лет, начинают страдать, задаваться вопросом, а кто я в этой жизни, какое мое призвание, мне кажется, я никуда иду. Потом начинаются, ну, у кого-то там депрессии, срывы и так далее. Уходят вообще в никуда. Начинают заниматься каким-то фрилансом, какой-то вот, ну, не хочется говорить ерундой, но часто они занимаются просто ничем, да. Вот, и потом что они делают, а потом они начинают снова. Нужно ли это было? Эффективно ли это было? Нет. Поэтому моя главная рекомендация студентам, ребят, выбирайте компанию, выбирайте руководителя, выбирайте функционал, но не гонитесь за деньгами. Потом вы себя монетизируете. Пока подождите. Светлана, вот я буду конкретным примером, да, на своей практике. Когда я только поступила на журфак, надо сказать, что мне было 17 лет, я сразу пошла работать, и я понимала, что сразу меня куда-то не возьмут, и я в приличную компанию, потому что 17 лет, то есть вообще ребенок со школы, да, даже еще не специалист. И я пошла работать в издательство, и так получилось, что я стала зарабатывать какие-то баснословные деньги абсолютно, потому что я работала менеджером по продажам, и у меня это так легко получалось. К концу года мне предложили должность начальника отдела продаж, и в этот же день я написала заявление об уходе, потому что мне было совершенно неинтересно, и деньги меня не интересовали. И дальше я стала искать интерес, да, к работе. Я пошла на очень маленькие деньги, вообще какие-то... Но я понимала, что это не важно сейчас. Мне важен опыт был, мне важно было сотрудничество. И вы очень правильно сказали, что не нужно гнаться с деньгами. Вот тот пример, который я рассказала, когда я пришла, это был один крупный телеканал, я пришла на должность корреспондента, и я даже не спросила, сколько я буду зарабатывать. Были небольшие деньги. В итоге, значит, мне в конце крикнули, какая у меня зарплата, я кивнула, потому что я была готова на все. И через 4 месяца мой оклад вырос в 3 раза, потому что я показала свою работу. Это реальный пример. После этого я стала директором крупной автомобильной передачи, понимаете, с зарубежными командировками. То есть это была просто вот отдельная жизнь, очень интересная. И это подтверждение ваших слов. Дорогие друзья, ищите интерес, чтобы глаза горели, все остальное придет. Правильно? Да, да, все верно. Единственное, что я могу еще порекомендовать, начинайте раньше работать. Такая история очень полезная. Не ждите, когда вы закончите университет, потому что когда вы закончите университет, вы все выйдете плюс-минус одинаково. Кто-то выйдет с опытом, а кто-то выйдет без. Лучше выйти из университета уже с каким-то опытом. Работайте летом. Для вас это хорошая возможность вообще понять, что вам нравится, что вам не нравится. То есть возможно ли таких экспериментов и маневров. Если вдруг вам посчастливится, и вы сразу найдете ту индустрию и то направление, которое вам очень нравится, то прекрасно, вы потом уже выйдете с каким-то опытом в этом направлении. И вы будете выгодно выделяться на фоне других людей, других студентов, у которых такого опыта нет. Поэтому не просиживайте лето даром. Работайте, пробуйте. Поверьте, это будет вам очень полезно в будущем. Светлана, а что касается категории людей, у которых за плечами серьезный бэкграунд, опыт, но уже как бы не тот возраст, не такие быстрые, не такие шустрые, и на них стоит уже некое клеймо, что уже можно списывать в утиле. А в людях есть колоссальный опыт. Просто я хочу сделать акцент на этой категории. У нас в телерадиокомпании есть очень опытные ведущие. Они молодые, далеко не молодые. И вы знаете, но я очень люблю с ними работать. Потому что я знаю, что это люди, которым можно доверить от и до, и это будет сделано просто блестяще. Я считаю, что это прекрасно. Вот в отличие от студентов, их учить не надо. Они все знают чуть-чуть. И еще самое главное. Очень многие, может, мне такие попадаются, но они хотят все время изучать что-то новое. Вот сейчас карантин. Мы вышли все на самоизоляцию. Я тоже нахожусь дома. Наши ведущие, которым за 60, друзья, они освоили Zoom, все гаджеты, все. Они сами снимают, записывают. Они такие классные программы делают. Как им найти место под солнцем тоже? Непростой вопрос, честно скажу. Но я бы сделала так. Я бы не причисляла себя к какой-то категории людей, которые находятся в какой-то особенной стадии. Каждый случай индивидуален. И если вы действительно профессионал, если вы продолжаете сохранять определенный оптимистичный настрой, если вы энергичный, если вы жизнедеятельный, у вас много чего происходит, то вот честно, таких людей за 50, у которых будут проблемы с потом поиском новой работы, я не встречала. Обычно их работа находит. Либо они что-то находят. Просто они предпринимают шаги. Окей, там будет большее количество отказов. Причем мы прекрасно понимаем, что не всегда даже скажут, что отказали из-за возраста, потому что это все-таки забрещено. Но такие отказы будут. Окей, просто нужно чуть больше усилий. Но с чем я сталкиваюсь часто, что люди в том возрасте, они сами опускают руки, они теряют веру в себя, они начинают ходить на интервью уже заранее погашенными глазами, с уверенностью, что их не возьмут. Я понимаю, что это нелегко, когда вам до этого несколько раз отказали снова собраться и пойти убеждать, что вы классные, замечательные. Но это нужно делать. Просто количество усилий будет чуть большим, чем нежели это было пару лет назад, когда вы были 45, не знаю, 45 плюс. Просто чуть больше в это инвестируйте. Поверьте, у нас огромное количество компаний в Москве, либо в других городах. И если вот в это вам отказали, это не значит, что откажут во всех остальных. Обязательно найдется где-то тот самый работодатель, та самая позиция, которая вас давно ждала. Вот, просто делайте, просто идите к этому. Сейчас многие компании отошли от этого, да, какого-то стереотипа, что взрослые люди им не нужны. И сейчас они, наоборот, к этому возвращаются. Потому что вы правильно сказали, что чем больше возраст, тем больше опыт у человека. Вот, поэтому не бойтесь, не навешивайте себя ярлык, такой вот «не нужно никому» и шагайте смело. Поверьте, все найдется. Иначе быть не может. Светлана, ну, мы уже стоим не то, чтобы на пороге кризиса, мы уже давно в этом кризисе, да. И карантин показал, что далеко не многие вернутся в офис. Я имею в виду не только удаленную работу, а я имею в виду то, что, к сожалению, многие компании вынуждены завершить свою работу и попрощаться с сотрудниками. Что делать людям в этом случае? Деньги надо зарабатывать, надо еще как-то найти себе работу. А если он не очень востребован, если, да, если мы говорим не, понимаете, не о человеке, который там с амбициями бежит вперед строить карьеру. Нет, есть и другая категория людей. Хороший исполнитель. Но есть проблемы на рынке труда. Что делать людям? Осваивать что-то новое. Вот какие-то универсальные советы можете дать? Ну, давайте начнем с первого. Проанализируйте, сколько у вас есть денег. Проанализируйте, какая у вас есть подушка безопасности. Я бы сказала так. Посчитайте среднее количество денег, которое вы тратите в месяц с учетом кредитов, не знаю, ипотеки, продуктов. Ну, из какого-то такого комфортного минимума, чтобы не прям совсем вам было тяжело. Ну, например, это будет, не знаю, 70 тысяч рублей. Посмотрите, сколько денег у вас есть. Правило такое, что если у вас денег меньше, чем на 6 месяцев, то вам нужно срочно искать работу. То есть активно обновлять резюме, откликаться, использовать различные источники, не только, например, HeadHunter и Superjob, но идите на LinkedIn, идите на Facebook, смотрите там в кофельных группах, вакансии интересные. Идите в различные группы в Телеграме, да, для каждой специальности они там свои. Активно предпринимайте шаги. Идите на сайты компании, да, которые вам могут быть интересными. Ищите там контакты HR-ов, проактивно рассылайте им ваше резюме. То есть прям активничайте. Я таким людям не рекомендую уходить в поиски чего-то нового и осваивать новую специальность, потому что на это уйдет время, да. Для того, чтобы освоиться в новой специальности, требуется минимум там 6-12 месяцев. Это вот прям совсем минимум. Да, я уже не говорю про 10 тысяч профессиональных часов, да, которые тоже сейчас очень модные. Но вот прям минимум это 6-12. Вы просто до этого периода не доживете. Поэтому эффективнее продавать тот опыт, который у вас есть. Если вы где-то сомневаетесь, что вот, ну, я не очень себя вижу в этом направлении, окей, потом вы можете поэкспериментировать, да, и попробовать какое-то новое направление параллельно. Пока этого не произошло, ищите ту специальность, в которой вы уже профессионал. Если же вы понимаете, что вы прекрасно проживете больше, чем 6 месяцев, да, то там два варианта. Вариант номер один. Если, например, вы хотите развиваться дальше в своей специальности, то вы можете отдохнуть, да, вы можете как-то перезарядить батарейки, потому что, возможно, до этого вы работали 5 лет без отпуска, и вам это просто нужно. Вы можете переживать лето, потому что лето всегда очень низкий сезон для подбора персонала. Подождать, соответственно, осени. Осенью мы надеемся, что будет большее количество вакансий, а это значит, что вы сможете из большего количества выбирать. Вот, соответственно, это как бы совет для вас. Если же вы не планируете развиваться по своей специальности, и вы очень рады, что вас сократили, да, там, или, да, что-то еще произошло, то сейчас прекрасное время для экспериментов. Пробуйте новое, обучайтесь, сходите, посмотрите курсы по вашему направлению, да, сейчас они все доступны онлайне. Посмотрите вообще, кто вы, что вы, попробуйте, не знаю, может быть, по какую-то практику пройти, да, по новой специальности, предложите бесплатно, да, там что-то поделать. То есть просто попробуйте что-то новое, у вас такая возможность есть. Но, соответственно, если подушки безопасности больше, чем на 12 месяцев, то, ребят, вообще спокойно можете уходить во что-то новое, не беспокоиться и развиваться в новой специальности. Светлана, если я вас правильно поняла, в среднем на сегодняшний день это полгода поиска работы, да, тратит человек, ну, в среднем. Это максимум, я так скажу. Есть люди, которые находят работу за две недели, есть люди, которые находят работу за, там, не знаю, 6 месяцев, а есть те, которые год ищут. Я не могу дать какого-то универсального рецепта, потому что все зависит от вашей специализации, да. То есть, например, если вы работаете в сфере IT, а эта сфера сейчас очень перегрета, то, как понятное дело, что вы найдете работу быстро, да. Если вы работаете в какой-то сфере, на которую не очень большой спрос, ну, например, там, в сфере туризма, да, мы прекрасно с вами видим, как сейчас эта сфера пострадала, то, конечно, вам потребуется больше времени на поиск работы в этой управлении. Вот. Но давайте так, как найти быстрее, нужно над собой поработать, да, потому что можете быть каким угодно прекрасным специалистом, но если у вас некрасивое резюме, что такое красивое резюме и некрасивое, я не буду, наверное, подробно объяснять, но, там, не расписали свой опыт, не продали себя грамотно, да, не преподнесли как-то. Ну, вот, если у вас плохая самопрезентация, то есть вам звонят по телефону, и вы не умеете себя презентовать, вы не умеете, там, донести то, чем вы занимались, вы не умеете как-то хорошо себя вот прям продать, да, мне нравится это слово, вот, то, соответственно, окей, каким бы вы профессионалом ни были, это не поймут, это не оценят, и вам за это не заплатят. Поэтому работайте над самопрезентацией, это прям очень и очень важно. Я говорю так часто, что резюме — это, наверное, процентов 5, максимум 10 успеха. Все остальное — это то, как вы себя преподнесете. Понятное дело, там есть такой фактор, на который не очень нельзя влиять, например, химия, да, с будущим руководателем, она есть, вот. Но делайте все то, что вам подконтрольно, все остальное случится в любом случае. Пример, опять-таки. Я же говорю, я сегодня буду рассказывать на собственном опыте. Вы знаете, дорогие друзья, меня как-то пригласили работать на довольно известную крупную радиостанцию, но абсолютно чуждую мне, поскольку я до этого долгие годы была политическим обозревателем. И я пошла ради прикола. Я делала на себя все лучшее, в лучших традициях этой радиостанции. Прошло собеседование, и в конце мне задают вопрос. Вы знаете, у нас так много претенденток на эту должность. Почему мы должны взять именно вас? И вы знаете, я даже в принципе другой никакой мысли в голову не зашло. Я говорю, вы знаете, ну потому что вам кусок золота с неба упал. Берите его, пока не поздно. Меня, конечно же, взяли на работу, и это были три счастливых года в моей жизни. Вот, так что это касательно самой презентации. Будьте в себе уверены, дорогие друзья. Светлана, у меня еще такой вопрос. Расскажите, а какие профессии сейчас, я поняла, это сфера IT востребованной. А что еще вы могли бы выделить? Кто сейчас на рынке труда прям хорошо идет? Я уже эту сферу назвала, это сфера IT, это самая популярная и самая сейчас востребованная. В остальном, я бы сказала так, сейчас востребованы профессионалы каждой в своей отрасли. То есть сейчас пришло то время, когда уже не будет возможности просто прикрыться красивыми какими-то компаниями, красивым резюме, этого недостаточно. Очень много тестируют, очень много проверяют. Компании стараются максимально минимизировать ошибки в подборе персонала. Поэтому человека всячески тестируют. И те люди, которые являются действительно профессионалами в своей отрасли, которые наработали такую репутацию, это часто тоже то, про что мы забываем. Мы думаем, что мы работаем в текущей компании, этого достаточно. Нет, ребят, рынок должен про вас знать, он должен понимать, что вы эксклюзивны, что вы классны. Тогда за вами охотятся. Тогда вам никакой кризис не страшен, и вас будут хотеть купить, перекупить и так далее. Если же вы как-то вот худо-бедно перебивались в компании, вам нечем похвастаться, у вас нет каких-то интересных достижений, вы никогда себя не афишировали, и вообще вот были такой вот, ну, просто одним из, то, конечно, у вас будет не такой простой поиск, как у тех ребят, которые выделяются. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, в IT-сфере вам будет чуть легче, в остальных нужно делать упор на профессионализм. Если вы профессионал, проблем не возникнет. Если вы где-то отстаете, то будьте готовы, ну, либо быстро это наверстать, либо, опять же, правильно себя презентовать. Светлана, спасибо вам огромное. Ваши советы бесценны в нынешнее время, особенно, да. Спасибо. Я вас благодарю за эту теплую беседу, и, вы знаете, я всегда, я такой человек польза. Мне хочется, чтобы каждая передача, она приносила какую-то пользу человеку. Я очень надеюсь, что те, кто посмотрели наш сегодняшний разговор, они поймут, что все дороги открыты, нужно действовать, нужно не бояться, нужно обращаться к услугам профессионала, если есть такая потребность, да, и все обязательно получится. Вот, дорогие друзья, оптимизма вам побольше, к каждому найдется работа, ищите. Все верно, все верно, мне даже нечего здесь добавить. Все ограничения, которые возникают, они очень часто в нашей голове. Просто помните про это, чем меньше ограничений вы сами себе поставите, да, тем легче у вас пойдет этот процесс поиска какой-то новой работы либо подбора новой позиции для себя. Вот, будьте свободны, пробуйте, экспериментируйте. Я понимаю, что сейчас не очень простое время, и многие думают не о каком-то даже предназначении, а просто о том, как прокормить семью. Вот, окей, мы через этот период с вами корнемся. Вот, чем меньше, скажем так, сами себе ограничения поставить, тем легче этот период пройдет. Спасибо большое, Светлана. До новых встреч. Благодарю вас. Спасибо большое. До свидания. Ну и в завершение нашей программы мне хочется добавить, что тот, кто ищет, всегда найдет. Дорогие друзья, не бойтесь начинать что-то новое, пробовать себя в новых отраслях, учиться новому, а также приспосабливаться к новым условиям жизни, которые диктует нам пандемия. И я уверена, что многие из вас обязательно найдут себе профессию, может быть, новую даже, и освоят новую карьеру благодаря тем возможностям, которые открывает перед нами коронавирус. Давайте посмотрим на это с положительной точки зрения. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи на телеканале «Русский мир». Субтитры создавал DimaTorzok